Да, мне не жалко. Спасибо. То есть, ну как, с точки зрения моделирования процессов в реальной жизни, лог – это очень полезная штука. И вот автоматизировать процессы какие-нибудь, как мы их автоматизируем. На самом деле не стоит думать, что лог – это изобретение какое-то, которое появилось с приходом бигдаты, вот этих вот 2010-х годов, когда такая произошла революция микросервисов, бигдата, все вот это вот. Ничего подобного. Если, допустим, кто-то, какой-то бизнесмен придет и скажет, ты программист, автоматизируй ко мне склад. И, наверное, первое, что придет на ум, такому горе-автоматизатору, это, ну как, склад – это база данных. База данных, вот есть вот товар, есть ячейка, в которой товар лежит, есть количество, где он лежит. То есть выглядит вот это вот все как таблица, правильно? То есть давайте мы такую таблицу в базе данных держать. Товар лежит в такой-то ячейке, вот еще другой товар, другой ячейки, количество. Тут мы можем посуммировать общее количество по ячейкам. Ну, в общем-то, как бы entities, бизнес-entities соответствует там таблицам или полям в таблицах. И все бы хорошо при такой подходе, значит, к автоматизации, пока не получится такое, что придет вот кладовщик, ему скажут, перенеси товар, значит, возьми с этой полки. А эта полка пустая, физически пустая. Хотя в базе данных там что-то есть. И расследовать вот такую вот ситуацию никак невозможно, потому что, как бы, очень разные могут быть причины, да, какие они могут быть. То есть что-то люди вне системы изменили, там, украли, разбили, выкинули. Это может быть ошибка, то есть не какой-то акт, не знаю, деструктивный, а просто положили рядом, у нас ячейки рядом, и, как бы, такие ошибки случаются, мы должны закладывать их в систему. Вот. И самая главная, значит, причина, которую назовет любой кладовщик, я просто, у меня профдеформация, я первые 10 лет своей карьеры в ВТ как раз занимался ERP-системами, и это вот таких людей я видел очень часто. И надо сказать, что мы и этого тоже не можем исключать никогда, потому что все мы ошибаемся, и ошибки в системе тоже могут быть. Значит, и наш склад превращается в такую-то ерунду. А как мы можем исправить ситуацию? На самом деле структура данных должна быть вовсе не такая, как я показал в начале. Идея, что база данных – это склад, вместо склада подставьте любую вообще отрасль, которую вы можете автоматизировать, там, не знаю, что, сеть, соцсеть, там, не знаю, банк, ну, вообще, что угодно. Это не, как бы, неправильный подход. База данных должна отражать процессы, которые происходят у вас, бизнес-процессы, которые происходят в вашей предметной области, которые вы моделируете. А текущее состояние, как бы, снапшот, вот, где какой товар лежит – это результат выполнения процессов. И в этом смысле вместо базы данных, вот, таблицы, в которые мы вставляем, модифицируем, что-то удаляем, очень хорошо для автоматизации бизнес-процессов начинает подходить лог. Ну, или, как его там бухгалтеры называют, ERP-шники, Ledger. То есть мы начинаем с того, что мы обходим наш склад, заводим начальные остатки, да, когда система наша стартует. И таблица, в общем-то, похожа на таблицу, которую вы видели до этого. Мы просто видим, что там, вот, не знаю, в апреле 2020 года мы обошли этот склад и увидели вот товар в этих ячейках. Написали, что это был начальный остаток. Но потом мы действуем по-другому. Вместо того, чтобы менять, как бы, записи, мы начинаем добавлять в конец. Например, там, кладовщик Василий по заданию номер один 9 апреля 2020 года взял две штуки товара А, товара Х, сори, из ячейки А. Мы записываем это в конец, Ledger. Задание имеет два конца, значит, взять, положить. Поэтому, как бы, ему дали складское задание, он перенес этот товар Х из ячейки А в ячейку Б, и вот здесь вот минус 2 и 2. Общее количество, как бы, товара суммарное здесь не поменялось никаким образом. Но, как бы, мы видим, что Василий это задание выполнил. И дальше, как бы, дальнейшее понятно. То есть эти задания, эти процессы, они могут наслаиваться в конец. Но если мы ошиблись, если в действительности, как бы, этого не происходило, или там Василию не выдали задание, или Василий не стал выполнять, или его еще что-то. Из того, чтобы удалять эти строчки, мы можем записать сторно, но корректирующие строчки, которые просто зеркально переворачивают нам ситуацию. И если мы используем, как бы, в качестве источника правды теперь в нашей базе вот такую таблицу, а не таблицу с текущим состоянием, то у нас абсолютно по-другому начинает работать и развитие системы, и поддержка системы. Во-первых, мы всегда можем понять, сколько у нас там товара, просто просуммировав весь лог от начала до конца. Просто просуммировав, тут вы начинаете говорить, ха-ха-ха, ведь лог-то растет, и как ты будешь просто суммировать, если там уже миллионы записей. Вот про это мы сейчас эти три лекции будем говорить. Что лежит в ячейке B? Тоже мы суммируем все записи, фильтруем, относящиеся к ячейке B, фильтруем, суммируем и получаем результат. Но мы можем и больше. То есть сколько товаров переместил Василий 9 апреля, конкретный Василий на конкретную дату. Например, мы можем платить деньги Василию, исходя из его активности. И мы видим, что всего лишь перейдя на лог, мы начинаем легко отвечать на эти вопросы. Какие корректировки вносили в систему и так далее. И вот если у нас возник какой-то инцидент в нашей системе, то имея лог, имея историю, мы можем понять, что пошло не так, или как-то расследовать. У нас куча зацепок есть. Включая зацепку, что программа не работает. Мы можем всегда вручную как-то взять, выгрузить данные из лога, вручную там, не знаю, в Excel или с помощью своей собственной какой-то простой утилиты просуммировать и увидеть, что да, такие программы, кажется, суммируют неправильно, и нам надо ее исправить. И, кстати говоря, исправление программы тоже простое. Мы можем просто взять, пересуммировать теперь по-правильному. Лог мы не меняем, а данные были новые. Если у нас добавляются какие-то новые от бизнеса требования, например, теперь нам говорят, что на полку мы не можем класть больше 100 кг грузов. И нам очень легко это автоматизировать. Правильно, мы просто поле вес в Ledger добавляем, то есть у нас был товар, количество, а теперь мы еще вес будем фиксировать. Таким образом, мы всегда знаем, на какой полке сколько килограммов суммарно лежит. И мы можем легко блокировать, например, бизнес-процессы, приводящие к перегрузке какой-то полки. Это тоже вполне себе валидный юзкейс для такого рода автоматизации. Он очень легко делается. Нужно посчитать зарплату работников. Тоже понятно. Тут тоже все ясно. Из этого объяснения уже видно, что лог или Ledger, как его ни назови, он является центральной частью системы, он является источником правды, но он сам по себе довольно бессмысленен, потому что иметь миллионы и миллиарды записей в этом логе хорошо, как первичка, как называют бухгалтеры. Но нам нужно агрегированное представление того, что происходит в системе. Поэтому какая-то общая структура, архитектура, она может быть такой. То есть у нас есть документ с первичной документой или какой-то первичный вход, какие-то датчики, что угодно. Ввод пользовательский. Мы постируем вот в этот лог, записываем. А дальше мы, кстати, это можем делать синхронно или асинхронно с удобной нам скоростью. Мы подчитываем из этого лога, агрегируем, и здесь получаем уже все необходимые нам балансы, на каком аккаунте, сколько лежит у нас средств, все отчеты и так далее. Все то, что, собственно говоря, мы от системы ожидаем. Это вот такая архитектура. И эту архитектуру изобрели вовсе не в 10-е годы 21 века, как можно бы подумать, с расцветом кавки и всяких стриминговых штук. А архитектуру эту изобрели много-много десятилетий назад. Собственно, когда еще при помощи допотопных компьютеров автоматизировали, так оно всегда и работало. Значит, давайте предварительный итог про важность лога. Значит, лог у нас позволяет добавлять новую функциональность, искать корреляции событий, выявлять и расследовать мошенническое поведение. Не случайно в моем выдуманном примере пропажа товара со склада была центральным примером. И мы еще посмотрим, как это применяется. И исправлять алгоритмические ошибки, пересчитывать данные. То есть если все-таки наши репорты строились неверно, мы можем просто переделать нашу программу, исправить баг и заставить ее пересчитать лог от царя гороха, и данные у нас появятся корректные. Ну, когда я говорю просто, конечно, все непросто. Если лог много, тут надо какие-то трудности преодолеть. Об этом мы как раз будем говорить. И наша жизнь – это append-down-ный лог. И с такой моделью очень удобно бывает проектировать информационные системы. Теперь, как мы понимаем, для чего нужен лог, вот теперь-то мы понимаем, чем хороша кавка и зачем она нужна. И почему кавка так победила очень многие системы аналогичные. Кавка – это распределенный масштабируемый отказоустойчивый лог, который задизайнен, скажем так, для того, чтобы обрабатывать миллионы записей в секунду. Здесь каждое слово очень важно в определении кавки, потому что многие путают месседж-брокеры и логи, потому что месседж-брокер, ну, тоже такая, как сказать, это тоже паттерн, да, особенно в микросервисной структуре, в микросервисных системах, как мы будем общаться между нашими сервисами. Давай-ка мы запускаем месседж в некий месседж-брокер, там в какой-нибудь топик, из этого топика другой сервис наше сообщение может подчитать. Да, кавку можно использовать как месседж-брокер, безусловно, но, как бы, задизайненная она была изначально, как лог. Это надо помнить, как бы, в чем отличие между кавкой и раббитом, потому что кавка это, раббит это месседж-брокер, прежде всего кавка это, прежде всего, лог. И миллионы записей в секунду, это не шутка, это вообще не шутка, это такое Google Scale приложение, да, то есть очень серьезные ребята, очень серьезно кавку используют, и в нашем даже практическом смысле, скорее всего, у вас никогда не будет такой нагрузки в вашей практике. Но это не значит, что ее нельзя использовать на меньших нагрузках. Значит, как всякий лог, раз это лог, что может кавка? Мы можем в нечто выменованный топик записать, в нечто в FIFO в стенд-ферст-ау в порядке прочитать. Еще мы можем коммитить апсет, то есть зафиксировать место, до которого дочитали. Я это все сейчас покажу и продемонстрирую. Стереть, изменить ничего нельзя в кавке. Кавка сама занимается стиранием и изменением, и мы про это сейчас будем говорить. И найти в логе запись иначе, как по ее порядкому номеру, по FIFO тоже никак нельзя. То есть это чистой воды лог, и надо, в общем, это понимать. Теперь кавка, как устроен кластер. Вот это тоже устаревшая картинка, потому что на самом деле сейчас уже вышла третья версия и 3.3. что-то там. И уже определено, что мы можем от ZooKipper уходить уже окончательно. Кавка сама реализует необходимые распределенные протоколы между собой. То есть, ну, хотя до сегодняшнего времени еще как бы кластер кавки, он представляет из себя ноды кавкоброкеров и ноды ZooKipper, но в действительности сейчас вот эти вот ребята с лопатой будут изгнаны, и кавка сама будет разбираться. И это очень сильно упростит диплоймент, сильно снимет головную боль. Но вас это даже не касается, но касается вот в каком смысле, что кавка – это распределенная система, ее очень сложно деплоить и поддерживать в рабочем состоянии. То есть нужны специально обученные люди, которые умеют варить кавку, и лучше всего, если у вас маленькая компания, то покупать кавку из-за сервис какой-то готовый. И вот думать, что вы можете развернуть там на ваших машинах кавку и как-то ее поддерживать – это очень опрометчиво. То есть это действительно очень сложная распределенная система, которую очень сложно конфигурировать. Это вот физический такой взгляд на кавку. Но, кстати, конфигурация будет проще с уходом вот этих вот парней. А они уже вот буквально несколько недель назад я видел анонс, что вышла версия, которая в продакшн зарелизила фичу, что kraft – это собственный кавка-синхронизационный алгоритм, уже production-ready, и от zookeeper можно добавляться. Это был физический взгляд. Значит, логический взгляд с точки зрения API, который кавка предоставляет. Что мы видим? Мы видим топики. Это именованные сущности некоторые. Ну, собственно, они логами и являются. Но три топиков у нас есть нумерованные партиции. Партиции нумеруются с нуля. И видите, партиций может быть разное количество в разных топиках. Хотя в свете того, что сейчас я буду вам рассказывать про стримовую обработку, лучше выбрать некое количество партиций заранее и использовать, чтобы оно было одинаковое во всех топиках, почему мы это все увидим. И уже внутри партиций идут вот эти вот сообщения, конвертики, месседжи, которые, собственно, находятся в first-in, first-out порядке. Между партициями никакого порядка нет. Значит, репликации. Ну, это вам показывали. Я быстренько пробегусь все-таки. Значит, у нас есть брокеры, у нас есть ведущие партиции, то есть те, которые принимают данные, те, которые пишут. И у нас есть ведомые, в тех, которые идет репликация. И вот при помощи ZooKeeper или при помощи Keraft таким образом они размазывают ответственность между другом, эти брокеры. И вот довольные продюсеры что-то пишут, консюмеры что-то читают. Значит, вдруг случилось неожиданно, и какой-то брокер у нас себя плохо почувствовал, перестал быть доступен. Мы видим, что, в общем-то, ничего не поменялось. Вот этот парень, с которым партицией занимался один, для него вообще ничего не поменялось. У этого парня поменялось. Он не такой веселый. Тут все зависит от настроек. То есть если у нас запись требует, как бы acknowledge, что у нас она полностью реплицирована, то он перестанет получать возможность записывать. Либо он будет записывать, в большинстве случаев писать он сможет, ну и читать тоже сможет, ну с некоторыми ограничениями. То есть в принципе ничего не... А вот этого плохо дело, да? То есть он потерял как бы свою партицию, но довольно скоро все наладится, потому что произойдет перебалансировка. Перебалансировка – это волшебная штука, которая очень сложная, и мы ее увидим, будем наблюдать много раз, которая перенаправит вот этого парня вот сюда, и все будет хорошо. Потом через какое-то время третий брокер, значит, прочухался, и опять происходит перебалансировка. И так как здесь уже консюмер сюда пишет, значит, и продюсер пишет, вернее, консюмер читает, то мы быстренько перестроились так, что вот на третий брокер идет только репликация. И видите, в этой схеме все довольны, кроме первого брокера, потому что у него... Он как бы является лидером для двух партиций, и поэтому ему тяжеловато. Нагрузка на него побольше. Ну и на сеть, соответственно, на его тоже побольше. Нагрузка и на ЦПУ, и на все. Вот. И Кавка это понимает, и поэтому она, подумав там какое-то время, опять же, выполняет перебалансировку и делает так, что все довольны. То есть уже даже по этой картинке видно, насколько сложны алгоритмы, распределенные, которые реализованы в Кавке. Они реально топовые, топовые сложности. А нам это все доступно буквально как готовенькая штука, готовенький черный ящик. Это здорово, замечательно. Значит, анатомия сообщения, которая летит в Кавку. То есть вот этот вот конвертик, который мы записываем. Мы его отправляем, естественно, в топик в определенный. Тут ничего не сказано, понятно, что сообщение летит в топик. Но, кроме того, на конвертике написан всегда partition number, который этот конвертик летит. И топик, и partition number определяет продюсер всегда. Вот это запомните. Это контуринтуитивная штука, но сейчас очень важно запомнить ее, что продюсер определяет и то, в какой топик полетит сообщение, и номер партиции, в который он его отправит. Кавка всего лишь принимает сообщение в ту партицию, в которую ей сказали. Она ничего внутри себя не занимается роутингом сообщений. Кроме того, логически сообщение поделено на ключ и значение. Ключ и значение – это всего лишь наборы байт. Опять же, с точки зрения Кавки это всего лишь набор байт, они не имеют никакой роли для нее, и она не использует это никоим образом, за исключением одним, который называется compacted topic, который я сейчас покажу, где она использует именно ключ. Поэтому все-таки сообщение – это не просто набор байтов, а набор байтов, разделенный на две части. Ну, headers – это некий прицеп, который идет к сообщению. Они тоже имеют этот просто набор ключ-значений, ключ-значений, причем ключи могут быть не уникальными. Но, опять же, это некий прицеп к сообщению, и, в принципе, это нужно для удобства, и сама Кавка просто эти хедеры сохраняет у себя и практически никак их не используют. А теперь интересный вопрос, интересное соглашение. Обычно мы выбираем partition number в соответствии с ключом. То есть это вот стандартный алгоритм в стандартном продюсере, который посылает сообщение в некий топик. Выбор партиции продюсером осуществляется таким образом. Мы берем kbytes, вызываем хэш, хэш-функцию вычисляем, делим с остатком на число партиций, которые у нас есть в топике, и в такую партицию, в соответствующую партицию, мы и направляем это сообщение. Что это нам дает? Нам это дает следующий эффект, что сообщения с одним и тем же ключом будут направлены в одну и ту же партицию. Нам это важно с точки зрения локальности и вообще возможности стриминговой обработки. Вы прямо увидите, насколько это важно. Ну, я думаю, что... Чего я вам тут рассказываю? Вы уже в середине семестра, я думаю, что вы уже знаете как бы этот фокус. Определяет это на самом деле продюсер, поэтому вот этот вот хэш, там, мурмур2 это или что еще, мы тоже сами определяем, но об этом, может быть, отдельно я скажу. Второй какой эффект? Если у нас ключи более-менее равномерно как бы распределены в пространстве ключей, и хэш-функция у нас хорошая, то все партиции будут примерно равномерно заняты. То есть мы таким образом шардируем нагрузку, мы ее разделяем между разными обработчиками, потому что на самом деле партиции у нас размазаны и по брокерам, как вы уже видели на стороне Kafka. Партиции размазаны у нас и по клиентам, что мы сейчас увидим в картинках. Вот. То есть вот анатомия сообщений, ее увидите, запомните, осознайте. Всегда есть ключ, всегда есть значение, заголовки и partition number, который определяется ключом. By default. Значит, что у нас дальше есть? То есть Kafka, на самом деле, она занимается микробэтчингом. Вот это любимая всеми урбанистами картинка, про то, что если мы будем очень много мелких сообщений посылать, то мы сеть убьем и грохаем. Если нам реально нужны миллионы в секунду, никакая сеть не справится. Поэтому там продюсеры умеют делать, значит, собирать их всех в автобусы. И вот этот бэтч-сайз и лингер-мэс, он соответствует размеру автобуса и периодичности отхода автобусов от конечной остановки. И, в общем-то, регулируя размер автобуса и периодичность его отхода, мы можем улучшить ситуацию на дороге. Теперь сообщения в эти автобусы грузятся от одного продюсера или от разных? Это продюсер. Ну, в смысле, от одного продюсера, естественно. Ну, то есть у нас нет распределенного автобуса. У нас локальный автобус на стороне продюсера, безусловно. Да, иначе смысла бы не было, потому что дорога в этом… Дорога – это сеть. И как бы мы локально это все грузим. Вот. Теперь еще одна история, как мы записываем сообщения так, чтобы мы удостоверились в том, что оно вообще записалось. Существует три режима записи на самом деле в Kafka, и они зависят от степени вашей беззаботности или степени того, насколько вы не боитесь потерять сообщение. Вот этот тут беззаботный чел, он выбрал параметр x0, и он работает в режиме fire and forget. То есть он отсылает сообщение в Kafka, он не дожидается акнолоджа, он думает, что если оно долетело до Kafka, то там Kafka с ним разберется. Если оно по дороге в сети где-то потерялось, ну, бывает. Типа для нашей бизнес-задачи это допустимый исход, и мы считаем, что большинство все-таки долетит. Вот. Вот этот подозрительный товарищ, он выстроил акс в единичку, и он отправляет в лидера, ну, как бы в брокера, который имеет лидер партишн, то есть партишн, который принимает на запись, значит, вот он послал, вот он ждет, он ожидает, то есть его функция отправки записи, она только тогда вернет ему результат позитивный, когда брокер, вот этот лидер, заакнолоджит, что оно записалось на его стороне. но тут может произойти следующая история, то есть записаться оно записалось, но тут, значит, прилетел метеорит или ракета, ха-ха, и, значит, первый брокер развалился, и мы запись все равно потеряли. Тогда у нас есть параноид мод, значит, акс равно минус единица, их всего три на самом деле режима, ноль, один и минус единица. Вот, и в этом случае, значит, наш параноидный продюсер, он записывает, но он ждет от кавки, что она ему вернет акнолодж того, что запись не просто записалась на лидирующем брокере, но она также реплицировалась на необходимое количество брокеров. Вот тут вот есть общий параметр min-insync-replicas, который говорит, что мы вот хотим на две реплики, на три реплики иметь, все зависит от степени как бы нашей уверенности или неуверенности, или важности и так далее. Вот, и, соответственно, мы будем знать, что мы записали сообщение в кавку только тогда, когда здесь все будет разреплицировано. Понятно, что все это есть баланс вероятностей и рисков. Понятно, что если мы устанавливаем акс равное минус единице, то происходит что? Происходит то, что мы очень долго это записываем, сразу же у нас становится очень неэффективной запись, и у нас могут другие проблемы быть, то есть мы просто записали и долго ждем этого акнолоджа, там произошел тайм-аут, что делать дальше, то есть нету волшебного какого-то эликсира. Ну и кроме того, пока мы ждали здесь ак, у нас бомба может прилететь вот в этого чувака, мы все равно запись потеряем. Так что тут каждый раз инженеры решают по-своему. И это тоже отдельная, большая и трудная работа, которую мы не покрываем никак, но просто вот, чтобы вы понимали, что проектирование таких систем, это вам не шуточки. А можно еще раз? Почему? Если прилетает бомба вот в отправителя, то мы запись потеряем? Ну, у нас может такая история произойти, что отправитель отправил, и он ждет как бы ак. Но бомба может прилететь в любой момент. Окей, да, она может прилететь в момент, когда здесь все получилось, здесь все разошлось по партициям, здесь ответ прилетает акнолодж, но отправителя уже нет. Это неплохой вариант, потому что сообщение сохранилось. Но у нас может же быть такое, что он отправил, сообщение потерялось в сети, потому что сеть глюкнула в этот момент. Отправителя прибили, и все, сообщение потерялось. То есть в распределенных системах возможна любая комбинация событий, любой последовательности. А, ну такое просто звучит логично, что она не запишется. Ну да, да, да. Я подумал просто, может быть там Кавка еще ждет дополнительного. Нет, 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 ничего там Кавка не ждет. То есть, да, здесь вот этот вот акс, он просто определяет момент, когда мы получим ответ, ну функцию в нашей аппе, когда она вернет, что-то записалось. Вот. И тут важно понимать, что как бы волшебной серебряной пули нет для решения проблемы потери сообщений. Мы можем сильно уменьшить вероятность, но как бы все равно потенциально возможно всякое. Сейчас, а вот если acknowledge приходит, если сразу только после того, как все реплики ответили, что сохранилось, или именно... В зависимости от режима акс, три режима. Первый, ноль, fire and forget. Один. Акноладж приходит, когда записалось на лидера, а потом асинхронно оно будет, оно асинхронно все равно будет дублироваться, но нам уже ответили, что все записалось, дальше как бы не твоя печаль. И акс, равный минус единице, акноладж придет только тогда, когда мы рассинхронизируемся по min-insync-репликас. То есть не по ESR, а по всем репликам? Да, по всем insync-репликам, по количеству указанному здесь. То есть если мы его здесь указали три, то только тогда, когда на трех репликах будет запись, тогда мы получим акноладж. Понятно, почти. И я на практике всегда применяю вот это. То есть оно работает. Workable solution, опять же, из моей практики. Среднее между вот этим и этим. Вот. Значит, теперь как устроено чтение? Оно тоже устроено очень интересно, и тоже надо понимать, как оно устроено, прежде чем переходить к авкостримам и разговору про это все дело. А можно еще раз вопрос по выбору режима? То есть есть какие-то... Ну, то есть логически примерно представление понятно, когда нам нужно что использовать. Есть какие-то более стендензированные критерии? Что вот... Вот боюсь, что нет. То есть тут все зависит от степени сложности системы, которую вы проектируете, степени вашей ответственности как инженера. То есть те системы, которые проектировал я, они, ну, такие, скажем, вы сейчас это все узнаете. Это все связано с букмекерской, игровой деятельностью, и там, как бы, если что-то пошло не так, то люди не сильно пострадают, скажем так. Вот, я применял всегда акс единицы, я во многом применял настройки по умолчанию, и я применял кавку, которая работает в облаке. Но я знаю, как бы, людей специальных, которые прямо занимаются, как это, варкой кавки, готовкой кавки, и, как бы, у них вот прям специальные навыки в этом во всем. То есть они могут посчитать, исходя там из нужд, если это какие-то очень, очень специфичные нужды, то можно очень специфично рассчитать, что нужно. У кавки, как бы, достоинство, главное достоинство, и главная беда кавки в чем? Что там просто сотни ручек, сотни параметров того, как она может работать. Я вот сейчас только начал рассказывать, и мы уже где-то полдюжины просмотрели. И просто каждый из этих параметров, он на что-то влияет. И выставить оптимальные для вашей бизнес-задачи это целое искусство. И, в общем, если хотите в него погрузиться, пожалуйста, там есть чего думать. Но это out of scope, скажем так, нашего курса, потому что я сам признаю это, я не считаю себя именно человеком, который умеет оперировать кавкой. Это очень сложно. Я себя считаю инженером, который строит стримовые приложения поверх кавки, которые более-менее нормально оперируют. Давайте к чтению. Чтение тоже довольно по-умному выглядит. Потому что, ну, во-первых, есть такое понятие, как consumer group, но consumer group – это исключительно виртуальное понятие. Consumer относится к одной группе, если они на себя навесили ярлык, там, я из группы 1. При этом они между собой, как они договорились считать себя из одной группы, это есть некая договоренность внешне. Но чаще всего просто мы, когда наши микросервисы разворачиваем, мы указываем в них параметры всякие. И вот в этом параметре мы скажем, что вот эти вот три ноды, они относятся к consumer group 1. И, соответственно, все, кто пришли в кавку и говорят, я из consumer group 1, кавка их определяет в эту виртуальную consumer group. То есть это не локальная совокупность, а чисто такая виртуальная. И они говорят, хорошо, мы собираемся читать некий топик, топик А. И если в consumer group, если consumer group состоит только из одного консюмера, только из одной машины, и она читает топик, то кавка говорит, окей, ты будешь читать все партиции этого топика, потому что ты один. Вот если, когда мы пишем, то продюсер определяет, какие партиции он пишет, то когда мы читаем, какие партиции ты будешь читать, определяет уже кавка. Это интересно. Что происходит, если мы в consumer group добавляем еще одного человека? Происходит ребалансировка, то есть на какой-то момент останавливается обработка, кавка смотрит, ага, у нас есть две машины в этой consumer group, она начинает делить партиции на две части, и говорит, хорошо, ты берешь третью партицию, ты на первой, второй партиции. Видите, они уже повеселее, потому что если тут вся нагрузка ложилась только на него, здесь уже нагрузки на CPU и на сеть меньше. Если мы добавили, значит, еще больше, то они все веселенькие, потому что вот в данном примере каждый обрабатывает по одной партиции, и все замечательно. То есть у них маленькая нагрузка на CPU, маленькая нагрузка на сеть, а вся вот эта система распределенная обладает колоссальным throughput, потому что этот throughput равен пропускной способности сети, здесь помноженные на число партиций и консюмеров. То есть он реально, его можно горизонтально масштабировать легко. Если же у нас добавляется консюмер дополнительный, то есть партиций 3, а консюмеров 4, то этот товарищ будет сидеть без дела, потому что кавка ему не назначит партицию. Почему? Ну, потому что из партиции может читать только один, не больше одного консюмера. Больше одного не может читать, потому что как бы так не обеспечивается непрерывность, последовательность чтения записи из партиции. Вот как это устроено. И теперь мы понимаем, что если мы хотим очень сильно шардировать наш поток и обеспечить большой прямо throughput, то без большого количества партиций нам не обойтись. Но у всего есть обратная сторона. Если у нас в потоке всего одна партиция, то этот поток превращается в такую консистентную очередь. У нас действительно последовательность записи равна последовательности чтения. То есть в какой последовательности прилетело в топик, в такой последовательности мы и читаем. Если партиций немного, то перекос между ними, ну скажем, из этой партиции мы уже куда-то в будущее забежали, а здесь еще какие-то позавчерашние, значит, жуем записи, он маловероятен. Ну просто потому что их мало. Чем больше партиций, тем больше хаос возникает, тем больше нарушается порядок. Но тем больше у нас возникает возможность горизонтально масштабировать всю систему. То есть это типичный инженерный компромисс. Типичный инженерный компромисс. То есть как это, либо у нас диафрагма узкая, либо у нас выдержка маленькая. То есть того и другого. Выберите что-то одно. Теперь группа читает. Окей, как мы фиксируем то, до какого состояния группа дочитала. Представьте, у нас есть консюмер в группе, ему назначили партицию некую. Он ее читает. Вот он прочитал три записи, вот он читает еще две. После того, как он прочитал три записи и перед тем, как прочитать еще две, он отправляет в кавку сообщение, acknowledge, что я эти три записи проживал, я их получил. И этот offset, он записывается в специальном топике. И кавка знает, что окей, значит, эта группа эту партицию дочитала до трех записей. То есть, значит, эти три записи обработаны и где-то там складированы, где им нужно. Потом он читает еще две записи, и тут ему поплохело. То ли записи плохие, то ли еще что-то. И в какой-то момент, значит, он сдох, вот этот консюмер. То есть, он больше недоступен. А как, кстати, кавка понимает, что он недоступен? Он перестает посылать хардбиты, он перестает посылать периодические пинги, о которых есть договоренность, есть протокол. Вот как только он эти хардбиты перестал посылать, то тут же происходит ребалансировка. То есть, кавка говорит, так, окей, понятно. Этого больше нету, значит, надо назначить нового, новенького. Этот новенький, он либо появится, там ему кубернетис поднимет, либо из тех, которые входили в группу, то есть, если состав группы не поменялся, то она будет размазывать по тем, которые в группу ходят. И ему назначат теперь эту партицию. Но читать он эту партицию будет не с самого начала, а с того момента, который закомитил его предшественник. При этом заметьте, что вот здесь, вот эти вот две записи, на самом деле непонятно, что с ними произошло, потому что мы не можем знать, поплохело ему после того, как он обработал эти записи, либо до того. Поэтому эти две записи прочитаются в любом случае, и поэтому мы должны быть готовы, когда мы пишем консюмеров, как это называется, и демпатентную обработку проводить. То есть мы должны быть готовы к тому, что в каких-то ситуациях сбоев какие-то записи мы прочитаем два раза. Ну, опять же, это редкость, но это возможно. Ну и дальше оно продолжает чтение. Вот такое интересное чтение у Кавки, и тоже его важно понимать, прежде чем мы перейдем, собственно, к потоковой обработке. Ретеншн и компактификация. Новый консюмер, он берет как раз-таки офсет с топиков, которые... Да, 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 да. То есть представьте, что там есть, что, да, есть служебный некий топик, куда записываются офсеты, и как бы... Да, офсет к определенной партиции, к определенному топику. То есть, когда у нас консюмеры в группе ломятся в Кавку, Кавка говорит, какой консюмер какие топики получает. Откуда они? Какие топики, простите. Какие партиции получает. То есть они хотят читать топик, они говорят, мы консюмеры хотим читать топик А. Кавка говорит, окей, в этом топике 12 партиций, вас трое. Держите вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ну там, грубо говоря, так она распределяет партиции. Это всегда Кавка делает. И как бы, когда консюмер там 2 почитал записи и закоммитил офсет, для Кавки это не консюмер 2 закоммитил офсет, для Кавки это группа А закоммитила офсет на этой партиции. Потому что отдельные консюмеры, они могут вот в это превратиться. Когда что-то пошло не так, там группа переформировалась, какие-то ушли, какие-то добавились, Кавка опять же перераспределит партиции между консюмерами, но эти консюмеры будут читать свои партиции не от царя горох, они будут читать от последнего закоммитил офсета. Чтобы сэкономить время, потому что те, которые закоммитены, мы считаем, что они уже точно обработаны. Вот как это устроено. А другие группы могут читать? Да, да, да. У каждой группы независимо. То есть может быть группа А и группа Б, и у каждой будет своя история офсет коммитов. Да. То есть вы можете создать группу, в любой момент новую группу, и она будет читать эти записи от царя гороха, потому что она ничего не закоммитила. Вот. И как бы группы, опять же, группы, они нигде не создаются, не хранятся, потому что ты сам, когда ты консюмер, ты сам определяешь, какой группе ты хочешь принадлежать, потому что это просто некий флаг, ну не флаг, а некий айдишник, который присваивается к консюмеру. Вот. Да, вот так это работает. И еще один, еще одна фундаментальная особенность Kafka, последняя, которую нужно знать перед тем, как перейти к потоковой обработке, это ретеншн и компактификация. Значит, до сих пор мы говорили, что лог, вот все, что в лог попало, то, значит, написано пером, не вырубишь топором, то вообще никак не изменить, но на самом деле мы понимаем, что это все хранится на жестком диске, на SSD, все они имеют конечный размер, и никаких бесконечных логов в действительности не существует. Что делать? Значит, на самом деле тут вступает еще одна настройка или две настройки в Kafka, это ретеншн, которые говорят, ну давайте тогда хранить по принципу first in, first out, либо записи кейкоут за определенное время, скажем, за неделю поступления к нам, либо за определенного размера, скажем, 100 гигабайт храним, а все, что больше, отрезаем, потому что у нас диск сам по себе на 200 гигабайт с операционной системой, с Kafka и прочими делами. Значит, как это происходит? Когда мы пишем данные, когда брокер пишет данные на диск, он пишет в файловый сегмент, который by default 4 гигабайта, и когда этот сегмент переполняется, он начинает писать во второй сегмент, то есть второй сегмент открывается на запись, а этот сегмент лежит рядом, и его всегда можно прочитать. Потом он записывает там третий сегмент, и потом, когда в какой-то момент, значит, Kafka понимает, что в первом сегменте все записи вывалились по времени, либо как бы сегмент 2 плюс сегмент 3 нам дают больше 100 гигабайт уже, а первый сегмент, он весь вывалился за лимит по гигабайтам, первый сегмент просто удаляется, просто файл удаляется. И так как удаление файла это очень простая операция, то как бы это все работает очень быстро и эффективно. Но вы понимаете, что как бы если мы задали 100 гигов ретеншина, то на самом деле там может быть больше 100 гигов, просто потому, что она не сразу подчищает эти сегменты, и подчищает она только в том случае, если 100 гигов в остальных сегментах будет присутствовать. Вот. Поэтому она все-таки старается сохранить ваши данные. Ну и дальше все идет, как бы зацикливается, и как бы мы пишем в конец, а те старые, они удаляются. И мы как бы должны их обработать там или что-то сделать. Вообще вся эта картинка напоминает вот что. Я специально выкупил эту фотку со стоков и во все свои слайды прокавку вставляю. Это девайс из 60-х годов, зацикленная магнитофонная пленка. То есть сколько мы можем записать на эту пленку музыки? Бесконечное количество, но проиграть мы можем только последние 40 минут или на сколько там этой пленки хватает. И тут возникает очень интересный момент. Вот тут retention – это ключевой вопрос к применимости кавки к решению бизнес-задач, решаемых вами. Вот. Потому что тоже может возникнуть такая иллюзия, скажем, что кавка, она такая сложная, кавка так прекрасно все эти алгоритмы реализует. И вообще, наверное, кавка спасет мир, давайте ее везде использовать. Ну вот, посмотрите на эту кассету и подумайте, где вы могли бы ее использовать, а где бы вы не могли ее использовать. Ну да, еще прежде, чем мы к этому вернемся, к вопросу, совсем последний совсем последний фича кавки из фундаментальных фичей, и дальше мы уже будем обсуждать потоковую архитектуру. Это компактификация топиков. Некоторые топики в кавке можно объявить как компакт топики. То есть, когда мы создаем топик в кавке, мы говорим, это простой топик или это компакт топик. Если это простой топик, вы уже все поняли про него, он делится на партиции, там вся эта репликация и так далее. Если мы создаем в кавке топик и говорим, что это компакт топик, то мы на кавку вешаем еще помните, что сообщения состоят из ключей и значений. И если мы объявили, что топик компакт, то кавка смотрит вот на что. Если у нас имеется несколько записей с одним и тем же ключом, то она берет и выкидывает из топика предшествующие записи с тем же самым ключом и оставляет только самое свежее значение для ключа. Ну, как на этой картинке. То есть, тут был K1V1, K1V3, K1V4. После компактификации вот эти две уйдут, а это останется с значением V4. Ну, это то же самое. K3V5 самое первое, K4, слева ничего не было, K2, вот она самая свежая, K2V10, все, которые были K2 до нее, выкидываются. Буквально переформирует лог, буквально делает его более компактным. Зачем это нужно? Ну, это нужно, наверное, если мы в таком логе пытаемся сохранить историю изменений какого-то KValue Storage. Правильно? То есть, если у нас имеется некий KValue Storage, и мы каждую команду поставь это значение в этот ключ, поставь другое значение в этот ключ, удали значение. А что такое удали значение? Это значит, в этот ключ придет команда удалить, то есть, K6 delete, это называется tombstone, то есть, положи по значению K6 могильный камень. Вот. Все это преобразуется в поток команд, которые мы сохраняем в Kafka. Если теперь из этого потока команд наша задача всего лишь восстановить последнее состояние KValue Storage, то тогда нам не нужно хранить все эти команды, нам достаточно хранить только команды, самые последние команды, относящиеся к ключу. И Kafka в этом смысле нам помогает. Какой тут контракт? Контракта тут особо нет никакого. Он говорит, когда у меня будет время, когда, значит, у меня будет время и ресурсы, я пройдусь по Compacted топикам и по компактифицирую. Когда я решу, что настала пора их компактифицировать. То есть, в общем-то, читая Compacted топики, нам не гарантировано, что ключи не задублируются. Они могут задублироваться, просто компактификация еще не прошла. Но иногда компактификация проходит, и мы тогда увидим только последние значения для этих ключей. Что это означает с точки зрения пространства, занимаемого на диске? Что если мы таким образом в Kafka отображаем k-value storage конечного размера, то есть, мы знаем примерно пространство ключей. Если пространство ключей это даже люди, которые во всем мире существуют, то количество конечно, велико, но конечно. Мы его представляем себе. Если это устройство, опять же, количество велико, может быть, но оно конечно. Это значит, что после компактификации лог наш не прирастает. То есть, мы сюда добавляем, меняем, но лог наш имеет одинаковую константную длину, и вот эта картинка уже не так страшна, потому что мы можем указать retention лога 200 гигов и быть счастливы, потому что мы посчитали, что в эти 200 гигов всегда после компактификации наш лог уместится. и как бы вот уже для k-value сторожа эта история не так страшна. Запомнили про компактные топики, мы с ними встретимся, и они сыграют очень-очень важную роль, когда мы будем кавко-стримы собственно изучать. Теперь потоковой архитектуре. Помните в самом начале лекции я показывал, как устроена там ERP-система, когда мы что-то пишем в лог, потом из этого лога асинхронно читаем, переделываем какие-то репорты, и в этом как бы заключается архитектура ERP-системы. Вот из специальных книжек картинка перерисованная мною о том, как выглядит архитектура потоковой обработки данных сейчас в современных системах с кавкой или похожими системами. У нас есть collection tier, то есть то, что собирает данные и записывает в лог. И вот здесь мы решаем, как мы определяем, чтобы у нас данные не потерялись, или мы можем их потерять, какое-то количество, или какое количество мы можем потерять. Мы записали в лог. Как только они записались в лог, вот этот лог у нас есть источник правды, единый источник single source труд. Дальше лог сам по себе бесполезен, нам нужно этот лог проанализировать, превратить в какие-то отчеты. Здесь находится analysis tier, и вот analysis tier, который, собственно, про который я сейчас буду говорить, ну, уже не сейчас, видимо, а на следующих двух лекциях, который в себя включает Kafka Stream и другие, он работает следующим образом, он пишет из лога, и он читает из лога и пишет тоже промежуточный лог, свои результаты. Почему? Ну, так удобно просто. Мы увидим, что так удобно делать, потому что какой-нибудь in-memory data store, который является всего лишь базой данных, которая всего лишь обеспечивает нам какую-то веб-страницу, что нам нужно, чтобы видеть эти данные, ему тоже удобно асинхронно со своей скоростью подчитывать эти данные из уже агрегированного лога и записывать сюда, а этому работать удобно со своей скоростью для того, чтобы обеспечивать большую пропускную способность для обработки. И теперь я буду говорить про этот анализ стир. И если мы посмотрим, что вообще есть на рынке опенсорсных решений для потоковой обработки, то мы увидим большое количество решений. Вот некоторые из них здесь представлены. Вот этот товарищ, видите, это, кстати говоря, знаете, что это стилизованная буква К. Поэтому все кавкокоммитеры очень обижаются, когда вот эту фигню рисуют в неправильном направлении, говорят, вы перепутали, это буква К. Я тоже в какой-то момент это узнал. Значит, вот это кавко-стримс, который идет в комплекте с самой кавкой. То есть вот есть проект кавко, и частью проекта кавко является кавко-стримс, хотя, в общем-то, эта библиотека довольно независимая. То есть она, конечно, не может существовать без кавкки, но кавко-без кавко-стримс вполне себе может существовать и быть использована. Ну, в частности, там, как-нибудь Флинк или какие-то вот эти вот ребята. И есть мемасик такой широко известный в узких кругах, когда меня спрашивают, какой стриминговый фреймворк использовать, вы юз фли, 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 на самом деле вы юз кавко-стримс, вместо того, чтобы флиртовать с дополнительной инфраструктурой. Но понятно, кавко-стримс идет в одной коробке с кавкой, и поэтому есть некая уверенность в том, что писать это будет легче, и поддерживать такой код будет легче. И, в общем-то, у кавко-стримс есть свои преимущества, про них мы и будем говорить. у нас осталось 10 минут после замечательного вашего теста. Этих 10 минут достаточно для того, чтобы посмотреть на реальный пример простой stateless transformation. Stateless значит для того, чтобы получить выход, нам достаточно только входа. То есть для того, чтобы получить сообщение на выходе, нам достаточно сообщения на входе, и никакого дополнительного стейта не надо. значит что из себя представляет код? Код из себя представляет тут мне, наверное, надо переключиться на другую более специфичную презентацию. Секундочку, секундочку, секундочку. Черт возьми, а почему у меня здесь нету вот этих двух? Стойте, прежде чем я буду показывать код, я вам хотел показать вот эти вот две штуки. Сейчас, секунд, еще перед кодом нужно понять ограничения, чтобы не было такого ощущения, что потоковые системы спасут мир, их можно везде использовать. Значит, где их можно использовать? Мониторинг, то есть везде, где вот такая фигня полезна, полезна и кавка. То есть, а где такая фигня полезна? Первое, что приходит на ум, это охранники, которые сидят и записывают с камер на зацикленную пленку, происходящую вокруг здания. Первое, что приходит на ум, это черные ящики в самолете, которые имеют такую же зацикленную пленку, и дэш-кэмс в автомобилях, когда ты можешь за какое-то время увидеть, отмотать и посмотреть все, что происходило. Тебе не нужно хранить это все постоянно, потому что большую часть времени ничего интересного не происходит, все нормально, ты ездишь просто на машине, и самолет летает. Но если случилась авария, то тебе очень важно посмотреть последние несколько часов. И вот этот самый мониторинг, отслеживание действий пользователей, выявление аномалий, в том числе попыток мошенничества, это прямо sweet spot для потоковых систем. То есть по сути дела это выявление аномалий, это то, что вам нужно сделать. Представьте такую картинку, у вас есть время и у вас есть важность данных. И если важность данных как бы вклад данных в вашу картину мира уменьшается со временем, то вы можете примерно понять это время, когда он уменьшается до пренебрежима малого, и сказать это мой retention window, я буду с ним работать. Вот тогда это задача для потоковых систем. С чем работал я? Я работал с букмекерскими данными. Там происходит следующее. На поле постоянно меняется ситуация. То есть там эта сторона нападает, эта сторона нападает, гол забили и так далее. Букмекеры меняют коэффициенты букмекерские в зависимости от ситуации на поле постоянно. Это происходит очень быстро. То есть там счет на секунду идет. И если мы хотим доставлять букмекеру некоторую информацию и анализировать эту информацию, то там есть вполне понятное и очень узкое retention window, когда эта информация еще релевантна. Тебе в общем-то все равно на чьей стороне был мяч 10 секунд назад. Тебе важно на чьей стороне мяч прямо здесь и сейчас. Поэтому потоковая обработка для букмекеров это очень хорошая технология. Ваши бизнес-задачи могут быть самыми разными, самыми разнообразными. Но вот если вы представляете и картинка ваша выглядит вот так вот, то это задача для потоковой обработки. Теперь представьте себе, что мы автоматизируем банк и мы автоматизируем выдачу займа. И я пришел в банк, банк мне дал 100 евро, а потом через год банк говорит дай мне 100 евро назад. Я говорю слушай, но это было год назад, давай забудем уже об этом. Это как бы не важно уже, так не работает. То есть банку важно каждую копеечку посчитать и хранить вечно. Это то, на чем они зарабатывают. Здесь value of data, как бы ее важность, она никак не уменьшается со временем, а retention window у нас конечен. И поэтому в такой ситуации либо потоковая обработка у нас не работает вообще, либо если мы хотим, чтобы она у нас работала, но она должна работать в паре с какой-то другой системой, которая вот эти длинные долго хранящиеся данные все равно учитывает и как-то там обрабатывает. То есть она перестает полностью покрывать все наши нужды потоковая обработка. То есть вот эти две картиночки запомните и они очень важны для понимания, когда что использовать. Итак, что из себя представляет теперь Kafka Streams? Решили, что мы Kafka Streams будем использовать. Значит, на самом деле для них нужно всего два объекта задать. Это конфигурация, где мы всякие опции устанавливаем, к чему мы коннектимся, как мы используем его, к какой консимер группе мы относимся. И вторая конфигурация топология. Что из себя представляет топология? Дурацкое название, к сожалению, в Kafka Streams выбор названий иногда не очень удачный, для классов, для терминов всяких. Это, конечно же, DAG, то есть Direct Cyclic Graph, то есть конвейер некий обработчиков, который вот так буквально выглядит. Мы можем из нескольких источников брать, несколько источников писать, сами данные прогонять либо через какие-то процессоры, либо через сплиттеры, когда они разделяются, либо через Join Emerge, когда они соединяются. Это, я думаю, вам показывать не надо. То есть что такое Map и что такое Reduce, вы знаете. Алло? Да, окей, то есть вы понимаете, что у нас есть API такое стримовое, что мы можем передавать лямбды, и значит лямбда наша может мапить, мы можем фильтрить, мы можем как-то редюсить и соединять. И все это вместе у нас получается один некий конвейер обработки. и все это вместе напоминает нам обработку в Unix, когда у нас выход одной команды является входом в другую команду. Поэтому на самом деле что нам нужно это создать конфиг, создать тополоджи и запустить собственно Kafka Streams. И вот эта часть, которая отвечает за жизненный цикл Kafka Streams, если мы пишем на Java, у нас есть прекрасные эти фреймворки Spring Boot которые для микросервисов предназначены. И если мы используем допустим Spring Kafka, то она отвечает за жизненный цикл Kafka Streams. И нам остается всего лишь навсего определить две вещи, два объекта Kafka Streams Configuration и Bin Topology, а за жизненный цикл отвечает фреймворк уже написанный умными людьми до нас. И поэтому обработчик потоковый для Kafka Streams писать становится очень просто. Это всего лишь Spring Boot сервис, в котором определены два бина Kafka Streams Configuration и Topology. Так, одна минута осталась, тогда я не буду запускать код, а просто покажу вот R To, и мы на этом остановимся. Значит, уже рабочий код покажу на следующей неделе. Значит, у нас имеется Streams Builder, это аргумент нашего бина, который производит топологию. мы говорим, мы хотим сделать поток из некого топика, из RCE топика. И мы передаем еще сюда сериализаторы и десериализаторы. Они все время путаются под ногами, но они дают возможность из потока байтов превратить поток байтов в поток неких объектов, бизнес-объектов, которые имеют свой тип. Здесь это стринги просто, но это могут быть и сложные какие-то объекты. Дальше, если это простой мап, допустим, мы здесь прочитали source, здесь мы перевели там string в uppercase и здесь мы записали в синк. Три строчки кода, но казалось бы ничего такого, но эти три строчки кода на самом деле для нас уже создали очень мощное, очень хорошо масштабируемое приложение, потому что если мы добавим больше обработчиков, то мы можем миллионы, пресловутые миллионы сообщений в секунду обрабатывать легко, потому что Kafka за нас будет заниматься балансировкой всего этого дела и горизонтальным масштабированием, то есть три строки кода написали, но за нами стоят, мы стоим на плечах гигантов, которые наши три строчки кода превратят в очень мощную распределенную систему, вот, на этом у меня все, 12.10 у нас наступило, я вас отпускаю, видео выложу, до встречи, очеределем. А можно вопрос, пожалуйста? Да, нужно. У нас же гарантия как бы exactly one на данные, что мы прочли, отправили, в результате нашей трансформации. У нас нет гарантии exactly one, никто нам этих гарантий не дает, как я уже показывал, у нас может быть по-разному устроено, но exactly one, ну вообще говоря, exactly one не существует в распределенных системах. Нет, я просто слышал, что есть поддержка транзакционности в Kafka. Есть, в Kafka Stream есть поддержка транзакционности, которая используется в терминах Kafka Stream вы можете настроить так, что Kafka Stream, Kafka Stream, как вы уже поняли, он работает от топика к топику, да, то есть вы получили топик, не знаю, перемещений по складу и на выходе у вас топик, который показывает сколько у вас товаров лежит, где, вот, и вот в этом смысле, да, вы можете настроить некое подобие транзакционности exactly one, вот, что от топика к топику оно будет exactly one, ну, то есть, что вы не обработаете одну и ту же сумму два раза, грубо говоря, или что вы не потеряете ту сумму, которая пришла, но, это, как бы, ответственность Kafka Stream заканчивается на этих топиках, то есть, если в топике все попало правильно, exactly one, и прочитанное из output топика тоже было exactly one, тогда все окей, тогда оно работает, но вы, как правило, не можете, просто физически не можете гарантировать exactly one на входе в систему и на выход в систему, а внутри системы, да, топика к топику есть такое, вот. Но оно, еще раз, оно есть, я на практике как бы не стал в свое время этим пользоваться, ну, как бы, почитав, посмотрев, оно тормозит систему, а практическое, ну, практические значения тоже надо оценивать, то есть, ну, оценивать практические значения нужно, оно вам не нужно и так далее. еще вопросы есть ладно тогда спасибо за внимание да я покажу все поподробнее у нас 2 2 лекции впереди мы попрограммируем как и стримы давайте тогда начисли вам спасибо до свидания